всем привет вы на канале вышивка плюс сегодня я вам расскажу о своей готовой работе от фирмы чудесная игла наборчик называется какая вкуснота этот наборчик небольшой размер 19 на 13 сантиметров используется 24 цвета мулине гамма комплектация в чудесной игле в основном сейчас идет гаммовская и канва гамма и нитки гамма я очень люблю эту комплектацию с удовольствием покупаю набор от чудесной иглы но зрители кто смотрит мой канал уже знают что я эту фирму люблю с удовольствием ее вышиваю уже вы видели в трансляции эту готовую работу но как я и говорила отдельные ролики все равно буду снимать для тех кто не смотрит длинную трансляцию возможно интересно будет посмотреть обзор именно на этот наборчик в общем сейчас я вам покажу ключ здесь у нас в этой работе использовался крест и полукрест крест как вы видите в три нити в 4 нити в 6 даже нити в основном идет в 2 нити и здесь полукрест вот в одну нить и в 2 немножечко ключ отличается от предыдущих наборов чудесной иглы здесь вот он другой но в принципе все понятно если вы первый раз вышиваете вот обратите внимание здесь указано в скобочках количество нитей 34 а здесь номер цвета который указан на планшетки вот такие вот планшет очки всех ниточек хватило комплектация хорошая правда ниточки нарезаны разной длины я об этом уже говорила и пришлось их перевешивать они были не одинаково навешаны это единственный минус но он никак не омрачил мои впечатления о самой работе с удовольствием я эту работу вышивала теперь давайте посмотрим что же у меня получилось вот такая получилась картина сложности в этой работе были только в одном у меня вот здесь крест в 6 нити и получались большие протяжки но девочки мне посоветовали вышивать в одну или в две нити тогда будут протяжки тоньше но тогда имейте ввиду если вы вышиваете в две нити то вы должны делать по три стежка три стежка полукрест и затем три стежка верхний полукрест тогда получится у вас 6 нити но я думаю это и так понятно но в общем у меня получились очень толстые протяжки опять же когда эту работу вышила и осталось мне вышить снег я очень торопилась если бы я немножко взяла паузу и подумала я конечно бы сообразила что можно вышивать вот этот снег в одну и в две нити но быстро хотелось закончить поэтому я этот снег сделал уже так как есть в общем полукрест вот тут только я немножечко изменила схему вот видите звезда у меня на елочке блестит я добавила металлизированную ниточку и вот здесь чуть-чуть добавила металлизированную нитку вот блеск и на елочке игрушки красненькие зелененькие немножечко тоже добавила металлизированную нить вот здесь на глазках В несколько сложений бэкстич очень сложно было вышивать. Делать такие маленькие-маленькие стежки, практически друг на дружке эти стежки. Может быть, можно было как-то по-другому сделать бэкстич, но я не стала изменять. Я, в общем, все делала по схеме. Вот снег и на шапочке вот здесь вот шерсть, разное сложение нитей, в три нити, в четыре нити. И из-за этого шапочка выглядит объемнее. Но если мы будем смотреть близко-близко на макросъемке, то может иногда показаться, что вышивка неровная. Ну, это, в общем-то, специально все так продумано для объема. Писали мне девочки, что на голубой конве гамма могут оставаться желтые точечки от маркера. У меня ничего не осталось. Бывает, что даже не желтые точки, а как будто голубой цвет съедается, краска съедается. И в этих местах, где был маркер, конва становится бледнее. У меня после стирки ничего не побледнело. Все, в общем-то, так, как и было. Использую я вот такой маркер. Хотя девчонки писали, что именно такой маркер съедал цвет конвы. Ну, вот обратите внимание, маркер может быть такой, но даже какое-то одно слово написано не так. Или как-то те же самые слова, но в другом порядке, да. Может быть, это разные фирмы. Я уже сейчас не могу дать ссылку на эти маркеры, потому что заказывала их год назад. Заказала сразу много и до сих пор их использую. И обратите внимание, на маркере ватер обязательно должен быть водорастворимый. Потому что есть сейчас воздухорастворимый, который сразу исчезает. В общем, вот этот маркер меня никогда не подводил. У меня есть дорогой маркер, где там стержни разных цветов. Но у меня даже еще до него не дошли руки. Я использую вот такой вот маркер. Мне он очень нравится. Одним маркером я могу расчертить 7-8 работ. И не только таких маленьких, и большая у меня. Вот все, какие у меня сейчас есть картины в работе, они практически одним маркером расчерчены. В общем, надолго его хватает. Ну, я очень довольна этим маркером. И стержни у меня есть с Алиэкспресс. Но еще не приходилось ими пользоваться, поскольку очень люблю я этот маркер. Ричард, да, я тоже знаю, что ты любишь у меня и ниточки, и вышивку. Так, не тебя снимаем. Все, успокойся, пожалуйста. Ну, в общем-то, все. Я уже говорила об этом наборе, когда начинала вышивать. Подготовка к вышивке у меня есть. Там можно посмотреть, как я размечаю канву. И чем размечаю, я, в общем-то, об этом уже говорила. Сегодня видео о готовой работе. Оформлять буду в рамочку. Скорее всего, какую-нибудь под дерево. Хотя нет, загадывать не буду. Не всегда есть в наличии рамочки такие, какие хочется. Приходится иногда выбирать из того, что есть. В ближайшее время не буду оформлять. Будет лежать в рулончике, как и другие мои работы. Пока меня устраивает такое хранение. А к зиме будет видно. Все, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. С вами была Инесса.